Всем доброе утро! Сегодня 24 декабря, шестой день моего карантина. Доброе утро из Кореи. Посмотрите, какая у нас чудесная погода. Я буду стоять на крылечке, потому что... Ну, чтобы меня опять не искали. А то вчера, видимо, у нас интернет чуть-чуть там как-то отключался, может быть. И меня тут же потеряли, потому что телефон должен быть подключен все время к интернету. Они опять пишут, где вы, что вы. Ну, вроде как ничего. Сейчас я вам погоду покажу. Солнце, тепло. Вы видите, как я? А вообще, вот, все, что на мне. Ну, там, естественно, шаровары. Красные пролетарские шаровары. Серые, серые. Посмотрите, ребят, какой сегодня денек. Посмотрю, получится ли у меня чего-нибудь тут сделать. Вот я утром пыталась, грабли нашла, пыталась ими вот так справа налево собрать. Но там так все перепутано. Это, я не знаю, нужно какие-то железные рукавицы, чтобы все это собрать. И в какой-нибудь железный жбан бы хорошо все это запихнуть и сжечь. Ну, тут нету железного жбана, к сожалению, никакого. Ну, в общем, я посмотрю. Это у меня так, знаете, я то хочу, то не хочу. Вот вчера хотела, все подмела. Ну, вот так что хорошая погодка. Прям солнце, солнце светит. Вообще, вон прям над горой стоит, над горой стоит. Ну, вот это, конечно, я бы тоже хотела разобрать тут. По-хорошему, вообще, эту траву все надо, конечно, скашивать. Ну, ладно, пойду домой. Вот такое солнышко у нас тут. Зять привез кран. Будет мне там менять в ванной комнате. Кран типа текает. Надо починить. Ну, когда уж он это сделает, я не знаю. Он сделает это, наверное, когда закончится карантин. Их тут нет, их тут нет. Они у себя в чуны. На завтрак у меня вот такая яичница. Одно яичко я сама съем, а два отдам. Отдам собачкам-пуделян. Потому что эти собаки, эти собакевичи, нет, не эти. Вот не эти, не эти. Манго и кокос. Они выпили по сырому яйцу. Наели сначала корма своего, потом сырого яйца. Вот, ну, а своим сейчас я такое яичко дам. Ну, еще что-нибудь там, сырок там, все это. Себе сейчас чайку заварю. И буду завтракать. Вперед, новый день. Хотелось вам снять вот этот неинтересный вид из окна. Я вам его уже показывала. Но сейчас я хочу вам показать небо. Посмотрите, какое небо. Прелесть. Солнечный день. Как будто бы весна. Слышите, как окна стучат? Это такой сильный ветер на улице. Светит солнце, но ветрище сильное. И в этом доме все ходит ходуном. Щели огромные, сквозняки. И вот окна. Собаки лают. Сейчас только немножко угомонились. То вон кокос сидит на стреме. Потому что и дверь ходуном ходит. И это еще тихо. Бывает так, что мне прям страшно, что стекла посыпятся. Вот такие тут ведра бывают. И вот такие окна в домах. Да, при таком ветре, скорее всего, на улице не поработаешь. Сдует. На город, как колючку. Прям как в фильмах ужас. Мамочки, когда в дверь бьются. Ой, прости, господи, меня. Вы слышите, как ходуном все ходит? Я валяюсь. Там такое солнце. Это солнце так светит. И ветрища прям, не знаю, все стекла прям. Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву. Собаки то и дело лают у меня. Не пошла я никуда сегодня ничего нести еще. Граблями. Решила отдохнуть и поваляться. Сейчас пойду варить еще гороховый суп. Все это меня в сон очень сильно клонит. Не знаю, почему. Может, давление как-то понизилось. Но я даже мерить не хочу. А может, просто все-таки смена вот этого часов дает о себе знать. Смена времени. Кто это? Напишите мне. В доме холод собачий. Продувает изо всех щелей. Прям слышали, как окна шарахаются. Бу-бу-бу-бу. Прям того, глядя, выскочит. Не стали мы ничего делать во дворе с собаками. Залезли под одеяло и провалялись полдня под одеялом. Смотрела всякие фильмы. Что-то дремала там во мне с пуделяшками. Вот. Поэтому, поэтому, поэтому так. А теперь встала и думаю, что-то хочется горячего. В общем, я решила сварить гороховый супчик. Нашла тут горох. Ну, сейчас что? Сейчас буду варить горох. Да мало ли, что мне тут шуршит. Ты тут как тут. Все тут как тут. Сейчас помоним его быстренько. Как хорошо, когда есть вот такие безрукавочки. Кстати, эту безрукавку я покупала 2 года назад здесь, в Корее. Там что-то за 10 долларов. Обошлась очень бюджетненькая. Она такая тепленькая. Хорошо, конечно, когда есть капюшон отстегивающийся. Кстати, Насте еще не пришла вот эта посылка. Помните, я показывала вам? Покупала спортивный костюм и белую безрукавку с капюшоном ей. Такую тепленькую. Пока еще выпущена таможня и прочее, подготовлено. Наверное, это связано с праздниками. Сейчас, наверное, много посылок очень. Вообще, я думала, честно говоря, что они, что эта посылка, их там две, что ли, что эти посылки придут вместе со мной. В самолете прилетят. По времени так должно было быть. Там у меня еще пиццемейкер. Я там еще купила пиццемейкер. Не купила, а заказала в ВТБ. Там, когда карточками пользуешься, там всякие баллы шлепаются на карточку. Бонусы, бонусы. И потом можно выбрать за бонусы. У меня там 4 тысячи было бонусов. И 4 тысячи как раз стоил вот этот пиццемейкер. Ну, а что они тут все на газу делают? И пиццу можно на газу делать. Так что я рада, что я ее приобрела и направила сюда детям в Корею. Так, оставим. Включим, пусть готовится. А там еще хочу макароны. Понимаете, хочу опять макароны детства. Хочу макароны с песком. И у меня прям какая-то мания, мания, мания. Тряпочки, тряпочки. Все, я тру, 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 тру. Все, я тру. Ура, сегодня уже шестой день. Да, я уже говорила, шестой день. Этот день продолжается. Ничего не делай, нет. Ну, я решила хотя бы полезное дело сделать. Сварить суп себе. А с собакам макароны. Ну, и себе макароны в первую очередь. Да тихо вы. Стадо мое собачье. Так, ладно. Пока временно. А нет, не буду я отключаться. Чего это мне отключаться? А, чего это мне отключаться? Слушайте, хотела показать вам лук от Семени Дуг. Так, этот не такой большой. Сейчас я его шкурки сниму тут грязные. Ребята, не создавайте мне фоном лайн своим фон. Вы посмотрите, какая луковица, да? Я знаю, что есть какой-то эксибишн, такой лук. Я его ни разу не выращиваю. Я вообще-то такой лук не выращиваю. Его же там надо опять же рассадным способом, наверное. Я это не очень люблю. Ну, не то, что не люблю. Пока что у меня это как-то не было. Смотрите, вот это луковица. Всем луковицам луковица. Сейчас я ее порежу. Подготовлю. К супу. Здесь, конечно, и поменьше, но тоже большая. И вот в таких вот забавных мешочках. Кстати, вот эти мешочки, знаете, куда можно использовать? Во-первых, их можно туда положить кусок мыла и мылить что-нибудь. Ну, как-то там зашить или, в общем, просто как-то там завязать, вот увязать. А можно нарезать и сделать мочалки. В молодости мы из таких мешочков, только у нас мешочки были не такие нежные, а более такие. Я резала, нарезала и полосочками опять же так же. И делала мочалки. У меня мама очень любила эту мочалку, потому что она такая была, ух, кожу сдерет всю. Прям вот. Ну, ей нравилось, ей нравилось. Вот. И Настя в нее, она любит мочалки жесткие. А вот эти губки все, это все не для нас. Я тоже люблю жесткие мочалки. Вот такое, что здесь вот лучок. А это вот такая морковь. Очень меня умиляют вот эти завязочки. Как и на новогодние подарочки. Морковки, видите, у них все штучно продается. Чистенькие. Смотрите, какие крупненькие, чистенькие морковки. У нас вообще-то тоже морковь такая мытая продается. Ничего не хочу сказать. Так, это в супе. Люблю в супе очень много моркови, в гороховом. Очень люблю. И лука. Так, упаковывать не будем, чтобы это все не сдохлось. Так, сейчас посолю воду для макарон. А, ну, картошка вам показывала для макарон. Лука, картошку. Так, сейчас. Собаки таким наглевшие развалились тут у меня. Наглевшие собаки и даже не это самое, не сдвинуться с места. Знают, что я на них не наступлю. Сейчас, ребят, отворю сразу всю пачку. Я люблю длинные макароны. Обычно их так вот берешь. И вот так вот опускаешь и нажимаешь. И они там вот начинают плавиться. В свое время как-то я училась есть макароны ложкой и вилкой. Как-то ложечку держишь, макароны там крутишь в ложечке. Вот так. Я вам, по-моему, показывала на днях вот этот чеснок корейский. Вот в такой упаковочке. Хотя вот нашла, видите, вчера целую коробку практически. Ну, не коробку, конечно, но много чеснока. И вчера вдруг выяснила у зятя, что он тоже любит, как и я, жареный чеснок. Помните, я вам рассказывала, как я люблю с мясом? Потому что я делала салат, но знаю, что он не любит лук. А мы с Настей любим лук в салате. И вообще мы лук любим. А он не любит этот запах лука и вообще лук. Я ему говорю, чеснок давай в салат. Нет, нет, нет. Я говорю, да как же так, ты кореец. Ну, вы делаете кимчи, там вообще все на чесноке. Он на чеснока. Он говорит, я люблю только жареный. Я говорю, о, я тоже люблю. Поэтому сегодня, может быть, я себе пожарю такой чеснок. Ну, что он лежит-то? Надо его пожарить и прям сверху на макароны высыплю. И будет благодать. Ну, ладно, чищу морковку. Ой, это картошка. Картошку, морковку, лучок. Буду все нарезать. И потом буду готовить суп. Так, здесь у меня разваривается горов. Бросила туда лучок. Наверное, уже надо картошку бросить. Морковка давно уже отваривается. Сейчас добавлю картошки. А под конец тушенка. Так, а это у меня макароны. Я уже корфу съела. Сейчас чуть-чуть остынут собачки. Да, с тушенкой будут есть. У меня отношение перчаток резиновых от работы. Вот в саду там с водой я там возилась много. У меня очень обветрили руки. Очень сильно. Мне очень сильно. И я вот здесь, значит, мой крем такой корейский. Сейчас покажу, какой коллаген чего-то тут. Да, или ежедневный крем, да? Вот такой. Со свинюшкой. Меня порадовало. Вот интересно. Он корейский. Made in Korea. Но почему-то написано так же и по-английски. И вот я хочу помазать руки. Сейчас я их помажу и посмотрю, какие они станут вообще. Действительно ли хороший вот этот корейский крем? Вот так вот сейчас все это размажу. Крем понравился для кожи. Прям вот вообще. Сразу мягкие такие руки стали. Крем впитывался, впитывался и впитывался. Видимо, у меня так задубела кожа рук. Но я и лицо помазала, конечно. Он такой универсальный. Но я решила, что хватит достаточно. Лучше я попозже еще пропитаю кожу. Ну, раза три я точно намазюкала. Потому что он впитывался моментально. Ну, видно вот совсем уже. То есть, то такие прям вот были. Как наждачная бумага. Какие-то царапки. Это вот этот колючек. Это я лазакала там во дворе. Из собак еще вытаскивала. В общем, хороший крем. Мне понравился. Потому что не знаю, сколько он стоит. Вот. Так что, Настенке моей спасибо. Сейчас попробовала. Вот этот вот напиток с виноградом. Я его себе в баночку вот так наливаю. Видите, там маленькие кусочки плавают. Вообще вкуснота. Я просто прибалдела. Вот это вкус Изабеллы. Виноград Изабелла. Ну, прям один в один. А я так Изабеллу люблю. В общем, мне очень понравился. Настя говорила, в Таиланде такие напитки с кусочками фруктов. Кто был в Таиланде, тот знает. Я не была. Поэтому для меня это все впервые.